Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии в четверг, 5 октября. Меня зовут Наконечный Александр и сегодняшнюю торговую сессию с вами проведу я. Одно из важных событий, которые я хотел бы сейчас с вами обсудить, это коррекция на рынках. Вчера мы с вами говорили о том, что индекс доллара достиг отметки 107 пунктов и, соответственно, говорили о том, что рынок уже достаточно сильно перекуплен. Мы с вами говорили о возможной коррекции и, на самом деле, вчера весь день рынок корректировался. Текущая отметка индекса доллара находится на уровне 106.30 и говорить о том, что коррекция сейчас уже закончена и рынок будет вновь расти, на мой взгляд, пока рано. Рынок все-таки сейчас находится в ожидании событий, которые состоятся завтра. Завтра один из самых важных дней. В этом месяце завтра выходит отчет по Non-FarmPellers. Безусловно, мы будем внимательно следить за этими событиями, следить за показателями этого отчета и, соответственно, все будет зависеть именно от него. Если данные выйдут положительными, то мы будем говорить о том, что, соответственно, индекс доллара имеет дальнейшие шансы на восходящий тренд и, соответственно, будем с вами искать новые цели, новые точки на покупку и, соответственно, новые минимумы по инструментам евро-доллар и фунт-доллар. На текущий момент времени мы с вами находимся по этим трем инструментам больше в позиции, так скажем, ожидания поиска точек, поиска наиболее выгодных точек для входа. Да, соответственно, на мой взгляд, что это ралли, оно далеко не остановлено и индекс доллара будет дальше расти, евро и фунт будут еще какое-то время падать. Но сейчас мы эти инструменты пока не рассматриваем для торговли, по крайней мере, в рамках сегодняшнего дня. Возможно, к завтрашнему дню что-то уже изменится. Из других интересных инструментов, которые мы с вами вчера обсуждали, это золото и доллар и японская иена. По золоту наши сами цели остаются прежними. Мы, соответственно, ждем золото близко к уровню 1800. Вчерашнее значение минимально было 1816, потом золото скорректировалось, но до сих пор находится под достаточно сильным давлением и есть ожидание того, что золото будет дальше идти вниз. Что касается доллара и японской иены, после намека японского регулятора о том, что интервенцию мы готовы начать в любое время, то есть мы увидели, какая волатильность была на рынках, на текущий момент времени уже нет такого большого желания со стороны покупателей тащить курс японской иены наверх, поэтому есть уже ожидание того, что цена будет еще какое-то время корректироваться, поэтому по доллару и японской иены, ввиду того, что индекс доллара корректируется, можно рассмотреть новые цели с текущей отметки 148.50, можно рассмотреть первые цели по продажам к уровню 147. Из наиболее важных событий, которые состоятся сегодня, которые состоятся завтра, мы с вами обсудили основные валютные пары. Пока здесь добавить нам нечего, вам хочу пожелать успешной торговли и всего наилучшего. До завтра!